приветствую всех кто продолжает смотреть продолжение моего видеоотчета об очередной моей партии в игру цивилизация 4 эпоха огня но действительно это назвал все таки видеоотчетом хотя пока я снимаю эту игру целиком и думаю что в ближайшие ходы я купюр делать не буду так как они по-прежнему очень важны предыдущая серия закончилась на том что мы первыми исследовали музыку и поэтому получили на халяву великого артиста вот он я думаю что начинать золотой век его прежнему не буду надо его послать в один из городов тем более что в предыдущей серии в общем я уже сделал вывод что в эту игру похоже можно будет выиграть только путем наращивания культура то есть только культурной победой так как у нас здесь один конкурент очень сильный а именно вильгель маранский и технологически у нас превосходит несмотря на все мои старания очень существенно и думаю что догнать его уже скорее всего не смогу именно поэтому я великого артиста отправил увеличивать культуру но также видим что сейчас в нашей столице строится национальный эпос как только я его построю тут же будем строить сикстинскую каполу с точки зрения культурной победы сикстинской каполы естественно это наверное самое важное чудо света но я надеюсь что все таки его построю так как безусловно музыку я открыл первым у нас есть ресурс мрамор и кроме того в столице достаточно щитов в общем все говорит за то что все таки удастся построить но если только другие великими инженерами будут строить это чудо света надеюсь этого не произойдет видим что большинства нет даже эстетики у некоторых нет литературы поэт монет музыки еще достаточно далеко даже галимаранский хотя в остальном видимо они существенно нас опережают пока я не готов продавать эстетику я продам гильгамешу я думаю что ничего кроме конструирование я тоже в общем-то я уже во многом следовал вытарговать получается ну да ладно что нибудь все рушится литературу я пока продавать не буду аранскому ну очень предыдущей серии отмечал что опять все как в игре за скандинавию откровенно говоря все пошло не так как я хотел и в игре за скандинавию там долго собирался напасть на брен и здесь в общем то хотел все таки поиграть войнушку но в общем все складывается таким образом что войнушка мне за слишком не нужна и невыгодна на мой взгляд на кроме того я построил пирамиды я напомню поэтому каждый такой вот великий ученый будет не только давать собственно то что он должен давать по плюс еще три единицы исследования это тоже существенно скажем так подвигает меня к тому чтобы побольше таких специалистов города сажать ночью примерно так же я играл за скандинавию пока в этом смысле отличия нет я уже сказал что безусловно первые 150 ходов решающие в общем-то я собирался снимать в любом случае я думаю что здесь возможно придется поснимать подольше потому что откровенно говоря у меня сейчас неопределенность мне непонятно пока мои перспективы на выигрыш в этой игре если честно с одной стороны в общем эти перспективы неплохие прежде всего на культурную победу с другой стороны есть здесь очень серьезный конкурент еще раз скажу который безусловно во всем практически меня превосходит и не факт что даже в культуре мы его сможем опередить но также видим что пока я не строю еще один город могу я построить на востоке город от столицы пока там нет ни одного города но видим что у меня достаточно серьезные не то чтобы проблемы но ограничения по финансам идут если я сейчас начну строить еще один город этот город в общем-то будет скажем так на местности не очень хороший расходов с него будет много а в общем дивидендов не так много поэтому не вижу никакого смысла это делать хотя гильгамеш судя по всему сейчас там понатыркает городов рядом с нашей столицей но я думаю что тем хуже для него в конечном счете мы их если он понатыркает их достаточно близко в столице очень быстро ассимилируем но вот увеличивать расходы сейчас честно скажу совершенно не готов крайне важно сейчас не отстать от аранского но видим что я наращиваю безусловно военную мощь это уж как говорится обязательно не надо делать всегда если даже не мы ни на кого не нападаем всегда нужно быть готовым к нападению на нас поэтому от этого никуда не денешься я думаю настало время наращивать культуру делать это надо прежде всего за счет распространения религий по всей нашей территории я думаю что у нас огромное количество различных религий в различных городах мы можем строить миссионеры я думаю что именно этим я в основном сейчас и займусь еще один великий ученый я думаю что надо построить еще одну академию в других городах ну во первых увеличить конечно же количество исследований но и здесь немаловажно дает 4 единицы культуры плюс академия поэтому что называется здесь двойной эффект будет я думаю что вот отправим сюда здесь важнее сейчас наращивать культуру чтобы потеснить гильгамеша на юге культурно с шумерами оссориться не хочет бы металл бы металл прям чувак не вы вы с шумерами поссориться нехто это еще раз подчеркну мои здесь основные союзники союзниками здесь бросаться совершенно нельзя поэтому как бы мне в общем-то с точки зрения логики эти шумеры не были бы поперек что называется горло их безусловно я буду трогать в последнюю очередь если бы я начал войну то все-таки скорее против индусов но я просто уверен с другой стороны в общем я отмечал уже это в первой серии что если я сунусь на индусов то очень быстро они попросят помощи у того же аранского в общем они просто станут его вассалами придется воевать с аранским я думаю что присоединиться тут же с удовольствием к этому нашему избиению нас и священная империя поэтому придется здесь воевать со всеми что называется проходили знаем как это все здесь делается по крайней мере на этом уровне сложности именно поэтому в общем то я не хочу расходовать ресурсы на то чтобы атаковать индусов в первую очередь но видим что остался один ход до феодализма феодализм безусловно здесь нужно исследовать так как он дает лучников в первую очередь без этих лучников оборона наших городов не так сильно видим что литература есть уже в ашоке поэтому в общем хотелось бы продать литературу другим нашим соседям но боюсь что не за что продавать они нам ничего за ними дадут ценного но вот видимо что он дает конечно деньги он конечно не продаст за литературу ну хоть что-то мы получаем безусловно за литературу это неплохо буду любить все что любит он теперь будем исследовать гражданскую службу чтобы получить форму управления дуракратия гильгамеш пока ничего не может продать за литературу музыку я продавать не очень хочу потому что музыка позволяет строить различного рода соборы мечети и так далее это как раз и есть прямой путь к культурной победе эти различные религиозные здания увеличивают культуру не просто на какое-то количество единиц они увеличивают на 50% то есть сразу на очень большое количество культуры собственно это и есть еще раз скажу прямой путь к культурной победе поэтому чем раньше я буду строить соборы чем позже они тем этот способ победить будет более реальным но безусловно раз уж я собрался культурно выигрывать конечно же я не буду тратить теперь уж точно ресурсы на военные юниты я думаю продавать ли гильгамешу литературу за мореплавание в общем конечно мореплавание стоит намного дешевле но с другой стороны он в общем получит и так нет музыку залетю я давать не буду но видимо у меня уже фактически здесь есть все по-моему даже без исключения либо с каким-то исключением ну по крайней мере я не вижу здесь индуизма видимо индуизм как раз основали судя по всему на другом континенте а все остальные религии именно здесь на этом континенте что в общем логично я это уже отмечал в первой серии что здесь будут именно технологически развитые державы поэтому все религии будут именно здесь на этом континенте и видим что успешно распространяют мои миссионеры религии чем больше мы построим храмов тем больше мы сумеем построить соборов тем больше у нас будет культуры и тем быстрее и наиболее верно я смогу победить но в первую очередь надо конечно распространять и вудаизм так как все таки судя по всему я строю секстинскую капеллу а это значит что все постройки религиозные той религии которая является официальной они будут приносить достаточно много дополнительной культуры поэтому все здания иудаизма они будут что называется крайне необходимы ну вот иудаизм монастыря думаю здесь построим потом иудаизмский храм потом я думаю что будем строить собора мы видим что шумер уже в общем захватил все в общем то наши территории но откровенно говоря мне эти территории не очень нужны пока по крайней мере еще раз скажу для меня финансовое сейчас благополучие важнее чем количество городов строю я секстинскую капеллу ну что ж в общем это ожидаемо но крайне необходимо теперь я думаю надо будет построить амбар напомню что секстинская капелла она дает не только дополнительную культуру создания официальной религии но и с каждого специалиста то есть чем больше у нас населения тем больше культуры но в общем то скажем внешне я безусловно конечно играю точно так же как я играл из-за скандинавию видим отстаю я конечно же от аранского по деньгам кстати я от него уже не отстаю это радует по продукции отстаю сильно по пище и вообще отстаю от многих по могуществу скажем очень слабенькие по культуре даже аранского в общем мы уже переплюнули но и по шпионажу в общем мы на задворках но я не думаю что это сейчас очень важно мечтать не вредно я уже говорил конечно же музыку мне отдадим тут различные квесты идут да здесь тоже есть квесты нужно выполнить какие-то задания и за это будут давать бонусы но я в общем редко достаточно специально выполнять квесты может быть опять же зря но я что называется играю в свою игру и специально что-то строить или куда-то распространяться скажем так кого-то захватывать только для того чтобы выполнить квест я не собираюсь у меня своя понятная стратегия еще раз подчеркну я не вижу здесь других вариантов кроме как выиграть культурно если честно поэтому в общем я на все забью и буду строить только храмы и собора и максимально буду стараться избегать различных конфликтов но выторгал я все-таки остаток скажем так гражданского для технологии за литературу теперь я думаю можно будет бюрократию но видим что теперь я буду исследовать бумагу так как там будет чудо света ну естественно начнем строить здесь иудаистские храмы и монастыри не забываем безусловно строить лучников для защиты городов строим очередной очередную академию забавно аранского нет гражданской службы мы можем ее продать ему правда ничего толкового он отдавать не хочет ну в общем здесь выбор простой можно конечно было бы с ним и не торговать но в общем что называется я бы только себе этим делал хуже потому что он все равно получит эту гражданскую службу тот другой продаст а мы не получим ничего поэтому смысл упираться нет даже не так выгодно нет даже не так выгодно для себя все равно надо продать ему гражданскую службу но судя по всему все таки деньги и суд законов выторговать не получится видимо нам придется литье и мореплавание брать ну да хотя бы это он дал изначально конечно же в общем то эта сделка для него выгоднее но и мы получили прилично а так бы не получили ничего но и а 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 видим что здесь построили варвары город можно было бы опять же конечно его захватить еще раз скажу мне еще один город сейчас не нужен я и так сейчас на грани рентабельности нахожусь я думаю что календарь он продаст залитье да ну вот получилось ли еще одну технологию календарь на нашей территории насколько помню находится еще и шелк еще один ресурс счастья поэтому можно будет построить плантацию а и и и и и и и все за исключением гельгамеша более технологически продвинутая но это неудивительно на этом уровне сложности с нами мало торгуют они же между собой торгуют активно если конечно не враждуют поэтому в общем то что бы мы не делали технологическом плане мы всегда будем но если не аутсайдерами то по крайней мере слегка отставать с открытием гражданской службы мы можем орошать нашу местность то есть можем строить цепочки орошения не обязательно строить фермы рядом с источниками питьевой воды чтобы полностью эти фермы приносили дополнительные единицы пищи но видим что потеснил я уже гельгамеша очевидно уже даже сейчас конечно же ассимилировать его города будет очень сложно но потеснить вполне реально но видим что уже можно синагогу построить на синагогу я буду строить там сейчас в общем то выбор надо выбрать три города которые собственно и будут достигать максимального размера культуры но в общем откровенно говоря выбор здесь достаточно простой первое это конечно же столица второй это вот тот город к индусам где построил парфенон это понятно вот этот вот город здесь и третье это очевидно все таки будет вот этот где слоны то есть город гельгамеша потому что здесь есть щиты именно в этом городе как раз можно много чего построить ну что ж вот здесь вот я наверное построить сейчас синагогу думаю можно конечно кузницу сначала построить но думаю что крайне важно с самого начала строить синагогу она на 50 процентов плюс будет увеличивать количество культуры вырабатываемой все так существенно увеличит сразу скорость производства культуры но университет санкора я думаю все таки у нас тоже неплохие шансы построить это если я не ошибаюсь по две единицы будет исследование на каждое опять же ритуальное здание в смысле здание официальной религии в данном случае иудаистская ну видим что торговать вообще можно было бы но я не хочу еще расскажу им продавать музыку музыка это наше главное что называется основное оружие потому что наше главное оружие это культура музыка ну что ж теперь рабочим еще не остается как на окраинах врубать лес чем все таки наверное построил их чуть больше чем надо рабочих но с другой стороны зато мы очень быстро обустроили территорию музыка ну естественно не тороплюсь я начинать золотой век так как мне эти специалисты нужны в городах музыка только священная римская империя пока что скажем так нас серьезно технологически не опережает я думаю что надо подумать как бы с ними совсем поторговать с максимальной выгодой музыка и и и есть вот такие негативные моменты видим что восстание это из-за того что у нас рабовладение форма правления поэтому я думаю что как можно быстрее надо отрабовладение сменить польза от него 0 негативные эффекты есть на имею ввиду для меня польза 0 потому что в общем я не пользуюсь пользами отрабовладения прежде всего это ускорение производства за счет сокращения населения у меня все-таки немного другая концепция поэтому здесь мне население важно увеличивать максимально тем более здесь есть много ресурсов счастья поэтому рабовладение здесь совершенно не в тему теперь иудаийский монастырь построим столице я думаю что надо строить миссионеров безусловно чем быстрее мы построим максимальное количество храмов тем еще раз почекну быстрее сможем строить соборы с гильгамешем у меня хорошие отношения можно ему продать бумагу другое дело что он за нее толком ничего не хочет платить ну да ладно в общем хоть что-то опять же по такой войске надо получать иначе мы будем технологически отставать ну да в общем он готов отдать все три технологии просто надо им ему деньжет добавить но можно здесь конечно вымерять до что называется точек после запятой вернее цифр после запятой но так как у нас запись конечно же приблизительно здесь буду определять ту максимальную цену которую они будут давать за наше добро за наши технологии прежде всего поэтому здесь будут некоторые потери на торговле но да ладно не так существенно но видим что серьезно нас конечно же опережает вильгелем ничего не скажешь технологически в общем это ожидаемо было теперь бюрократию кастовую систему берем хотя прежде всего надо взять организованную религию я думаю что пока оставим рабовладение чтобы не делать два хода анархия чем кастовая система для меня не критично я думаю возьмем потом кастовая система прежде всего нужна тогда когда у нас очень большое население в городах и не хватает что называется слотов с различных зданий для того чтобы увеличивать количество специалистов а здесь у нас очень не такое большое население к сожалению не так у нас здесь много пищи но видим что у аранского уже даже есть образование нам же пока еще следовать образование следовать индус явно идет для того чтобы захватывать город варваров на востоке как я уже сказал не буду я захватывать этот город хотя мог бы ничего интересного там нет расходы пойдут вот эти два города шумерских я думаю что я их ассимилирую в общем не надо тратиться чтобы создавать сначала поселенцев потом тратить деньги на содержание этих городов а а а а а построим рынок ну что ж идет уже 162 ход конечно хотелось бы какую-то определенность иметь но признаться никакой определенности я думаю сейчас нет по прежнему по прежнему я боюсь что я все сильнее отстаю от аранского технологически и и ничего с этим поделать я не могу да в общем если уж я выбрал культурную победу это не так критично если так разобраться это это наверное будет критично если он сам на нас войной пойдет но я думаю что едва ли стоит этого ждать но если он пойдет то только с союзниками а союзников у него сейчас против нас я думаю не будет по крайней мере с гильгамешем у нас хорошие отношения а индуса в общем то я не боюсь я думаю неплохо было получить драматургию если только он конечно продаст нам эту технологию ну да все таки с добавкой денег он готов отдать ну что ж гильгамеш вполне себе полезный для нас персонаж ничего не скажешь пожалуй что воевать и захватывать его наверное было бы гораздо менее выгодно чем торговать с ним поэтому в общем на него и не стоит что называется здесь покушаться плохо то что он тоже культурный и поэтому его симулировать очень плохо и весь мир театр и люди в нем актеры у них свои есть выходы уходы и каждый не одну играет роль ну что ж мы переходим в эпоху возрождения следуем образование я думаю что будем печатный процесс следовать дальше определенности действительно пока здесь нет ничего не поделаешь в нем придется все таки снимать дальше без купюр ну что ж на этом я думаю эту серию я пока закончу продолжение следует пока пока